Дамы и господа, сегодня к вашему вниманию будет предоставлена презентация на тему .NET Memory Management и Garbage Collector. Итак, сегодня у нас на повестке дня будет взаимодействие .NET CLR и операционной системы с ТЭК и управляемой кучей. Дальше мы поговорим о сборке мусора. Потом дальше мы поговорим, как помочь Garbage Collector. Дальше будут проблемы, более распространенные проблемы с memory leak'ами и как с ними быть. Итак, начнем. Взаимодействие .NET рантайма и операционной системы. CLR взаимодействует с операционной системой, используя Windows API. Для этого он использует, для выделения виртуальной памяти он использует Virtual Alloc. Для освобождения этой памяти, выделенной, используется Virtual Free. Выделенная память является виртуальной, что означает то, что она не имеет прямого отношения к физической. В том смысле, что она более гибкая. То есть память, виртуальная память, наверное, вы все в курсе, если она нам начинает не хватать, CLR просит операционную систему нам выделить еще больше места, и оно будет браться из диска. Также, адресное пространство виртуальной памяти организовано по частям или по ячейкам, по страницам. Существует два типа страниц. Это маленькая 4 килобайта и большой 16 мегабайт. Дальше. Тут демонстрация, как оно все выглядит на картинке. То есть каждому процессу выделяется свое виртуальное адресное пространство. В свою очередь, где оно будет храниться или на оперативной памяти, или на диске. Но в большинстве случаев, если доступ к объекту нужен очень часто, и он референсится очень большим количеством объектов, оперативная память выступает в роли некого оптимайзера. Он помещает в свой кэш этот объект, чтобы доступ к нему был намного быстрее. Начнем со стека. Наверное, всех вас спрашивали и спрашивают на всех собеседованиях, в чем разница между стеком и кучей. Итак, стек. Стек у нас хранит данные метода от каждого вызова. То есть он прослеживает каждый вызов метода. Стек фрейм создается для того, чтобы содержать все данные, которые нужны для окончания вызова этого метода. Когда метод заканчивается, этот стек фрейм удаляется сверху стека, и экзекьюшн возвращается к следующей строке кода. Каждый поток имеет свой собственный стек. Стек может хранить перемены примитивного типа, все задефайнены дотнетом. Все переменные референс-тайпы будут храниться на стеке. То есть только ссылка на объект, а сам объект будет находиться на управляемой куче. Тут иллюстрация, как объект референс находится на стеке. Я думаю, все в курсе. Идем дальше. Итак, управляемая куча. Она состоит из large object heap и small object heap. Тут как бы демонстрация, мы далее на слайдах будем более детально, то есть я буду более детально про них рассказывать. Так, small object heap. Все объекты, которые меньше 85 килобайт, попадают на small object heap. Сжатие выполняется просто путем копирования байтов. После очистки небольшого объекта garbage collector сжимает кучу, копируя байты в освобожденное пространство, чтобы не было никакой фрагментации. Помеченные объекты копируются пространство, занимаемое немаркированными объектами, перезаписывая эти объекты, удаляя все пробелы и сохраняя непрерывность кучи. Очень важно, чтобы не было фрагментации. Сжатие требует очень много циклов CPU процессора и может вызывать проблемы с производительностью. То, что вы получаете в результате эффективного распределения, вы можете потерять в затратах на сжатие. То есть это своего рода компромисс. По поводу объектов, которые меньше 85 килобайт, есть исключения. Например, массив из даблов размера 999 или меньше тоже распределяется на small object heap. Это для оптимизации. Так решили в Microsoft. Large object heap это специальный сегмент для объектов, который занимает больше 85 килобайт. Собирается только во время полной сборки мусора. И, само собой, у нас тут возникает проблема фрагментации, потому что тут нет сжатия, как в small object heap. И фрагментация может вызывать out-of-memory exception. .NET 4.5 сделали два улучшения для large object heap. Во-первых, улучшено то, как среда выполнения управляет свободным списком, что позволяет более эффективно использовать фрагменты. Теперь распределитель памяти будет пересматривать фрагменты памяти, которые распределение не могло использовать до этого. Во-вторых, в режиме garbage collector сервера среда выполнения балансирует распределение large object heap между каждой кучей. До версии 4.5 garbage collector только уравновешивал, то есть балансировал small object heap. Вот тут иллюстрация фрагментации. Например, у нас освободилось после сборки мусора место, и мы хотим выделить новое место для объекта со 128 байтами. И как видим на картинке, вот эти пустые места, а недостаточно места, чтобы туда разместить этот объект. И он будет уже размещен на следующий блок, который имеет достаточно места для вот этого объекта. Очень важно знать, что размещение на кучу требует больше работы, чем размещение на стэк. Из-за этого, если есть возможность, можно избегать создания референс-тайпов, можно обходиться value-тайпами, то есть создавать структуры, чтобы они были помещены на стэке. То есть превращение value-тайпа в reference-тайп, это будет боксинг, упаковка, и unboxing – это противоположность. Это занимает очень много времени, то есть и тут приведен пример кода, где используется array list, который все превращает в объект, а когда мы распаковываем, мы всегда делаем, как бы мы кастим, приводим к нужному нам типу. То есть в коде это, наверное, будет использование generic-тайпов для более оптимального размещения объектов на памяти. Итак, сборка мусора. Что делается в кратк-кратк в сборке мусора? Ищем выделенный объект в куче, на который ничего не ссылается. То есть нету никаких прямых ссылок на этот объект, и этот объект считается applicable для сборки мусора. Наиболее очевидным источником ссылок, как мы раньше видели, является stack. Другие потенциальные источники включают в себя ниже переведенные global static object references, глобальные статические ссылки, cpu-registers, референсы через com и api-call, и object finalization references. Про finalization мы поговорим дальше. Фазы сборки мусора. Фазы сборки мусора. В первую очередь, marking phase. Он находит и создает список всех живых объектов. Дальше. Relocating phase. Он копирует все объекты, в которых есть живые объекты, и вставляет на освобожденные, то есть override на те места памяти, где уже garbage collector посчитал эти объекты мертвыми. То есть он их override. The large object heap не сжимал. Раньше не было такой функциональности, то есть не было сжатия. Потому что копирование больших объектов очень сильно бьет по перформансу. Но начиная с версии .NET 4.5.1 вы можете использовать флаг large object heap compact node для того, чтобы large object тоже сжимал объект, то есть сжимал память по вашему желанию. Так, memory allocation. Это выделение памяти. Выделение памяти происходит в managed heap. Выделение быстрое. Это добавление next object pointer. Как освобождается память? Память освобождается после того, как были изучены все корневые ссылки на этот объект. И если никаких ссылок нету, garbage collector делает список объектов, которые доступны. И если объект недоступен, соответственно он будет удаляться. Поколение. Очень интересно. Почему garbage collector использует поколение? Давайте начнем с того, что есть три поколения в .NET garbage collector. Это нулевое, первое и второе. В нулевую попадают объекты короткоживущие. Примером может быть локальные перемены. Генерация. То есть поколение 1 содержит объекты, которые между нулевым и вторым. Поколение 2 содержит долгоживущие объекты. И туда же попадают все объекты, которые находятся на large object heap. Так. Поколение. Для чего? Для того, чтобы ответить на вопрос для более эффективного освобождения короткоживущих объектов. Существует эвристическое правило, которое говорит о том, что большая часть вновь созданных объектов используется очень короткое время. И их можно спокойно будет удалять при первой же возможности. Основная идея поколения в том, что мы собираем мусор молодого поколения намного чаще и значительно быстрее. За счет того, что анализируем не все объекты управляемой кучей, которых может быть очень много. А только объекты этого молодого поколения. Тут приведены значения, при каких триггерится сборка на разных генерациях по дефолту. И еще мы можем вызывать насильно, то есть force.gc.collect, то есть для сборки мусора. Когда ранится, то есть когда начинает сборку мусора, какие условия должны быть для этого? В первую очередь это out of memory condition, когда нехватка памяти и система не может далее выделять память. После очень большого выделения памяти, когда профайлер триггерит профайл API, насильно это когда вызываем метод на garbage collector. И есть такой нюанс, что garbage collector не гарантирует, что он возьмет и сразу начнет сборку мусора. Мы не можем точно знать, когда он начнется, даже если мы вызвали насильно этот метод. Итак, что мы делаем для того, чтобы помочь garbage collector? Мы должны оптимизировать выделение памяти. Должны использовать idisposable using statement. Это dispose pattern, который рекомендуется использовать для всех ваших классов, которые используют unmanaged код. Почистить референсы и finalizer. Это аналог деструкторов C++. Но будьте очень осторожны с finalizer, потому что это по-любому значит extendить жизнь этому объекту. И он будет жить намного дольше, чем он запланирован был. И weak references. Использование weak references. IDisposable. Это решение для детерминистического освобождения ресурсов. Основная цель IDisposable – это высвободить управляемые и неуправляемые ресурсы. Надо удалять объекты, которые могут быть удалены очень быстро. Ну, as soon as possible. Если вы используете IDisposable объекты как поля, по-любому вам надо будет имплементить IDisposable интерфейс и паттерн. Позволяйте dispose методу вызываться несколько раз. Никогда не выкидывайте exception. Вот тут best practices. Как мы имплементим IDisposable. Получается тут два метода. Один dispose, который будет вызываться клиентами. И внутри вызывается виртуальный метод dispose с передачей флага. Если у вас есть уничтоженные ресурсы, надо заурядить финалайзер. вызывая dispose с флагом false. Если вы пишете классы, которые обращаются к неуправляемым ресурсам, таким как файлы, сетевые ресурсы, диски или базы данных, то вы обязательно написали бы код для очистки ваших классов, чтобы закрыть и уничтожить используемые ресурсы. CLR вызывает финалайзер для объектов асинхронно в выделенном потоке. Он запускается периодически и вызывает финалайзер для применимых объектов, полностью независимо от garbage collector. Тут есть строка кода, которая показывает, как заурядить финалайзер. Finalization queue – очередь финалайзера. Очередь финализации – это когда каждый объект, который нуждается в финализации, то есть у кого зауряден финалайзер, приземляется туда изначально. Если метод финалайзер переопределен. Garbage collector не вызывает метод финалайзер, но при вместо этого он удаляет ссылку на объект из очереди финалайзер и помещает ее в f-reachable queue. Отдельный поток через эту очередь и вызывает метод финалайзер. Надо учесть при этом, что это перформанс хит. Во-вторых, мы экстендим жизнь объекту. Файналайзер – это клиентский код, который может выкидывать эксепшены или войти в бесконечный цикл. Файналайзер – это больше как сетка безопасности, а не основное средство высвобождения ресурсов. Если финалайзер или переопределение финалайзер выдает эксепшен, и среда выполнения не размещается приложением, которое может переопределить политику по умолчанию, тогда такое поведение может… то есть он может затерминать процесс, если у нас эксепшен в финалайзере и он нигде не хендлится. Правильно написанная программа не может предполагать, что финалайзеры когда-нибудь будут работать. То есть надо делать все, чтобы все это уничтожить до финалайзера. Вот тут еще один кусок кода, где передается в методе disposeCleanup с флагом true. Finalize получается с флагом false. Итак, card table – что это такое? Мы говорили с вами о поколениях, и давайте начнем с определения, что это такое. Card table представляет собой простую структуру данных, которая предоставляет обычную битовую маску. Каждый бит, который говорит, что объект расположен по адресу с определенным диапазоном, является грязным и содержит ссылку на более молодой объект. То есть когда у нас есть ссылка из поколения 2 на объект, который находится в поколении 0 или в поколении 1. На данный момент 1 бит битовой маски представляет собой диапазон 128 байт. И данный подход является компромиссом между эффективностью и объемом дополнительной памяти, требуемой сборщику мусора для поддержания этой таблицы в актуальном состоянии. Тогда в чем же смысл поколения, если каждый раз для определения достиженности объектов нулевого поколения все равно придется анализировать всю управляемую кучу целиком? Чтобы это не делать, специально и придумали карт-тейбл. Для поддержки данной структуры в актуальном состоянии каждый раз при записи поля JIT-компилятор генерирует так называемый write barrier, который сводится к обновлению карт-тейбла. Если адрес записываемого объекта находится в эфемерном сегменте, то есть является более молодым объектом нулевого или первого поколения. Вот тут есть у нас иллюстрация. Теперь перейдем к memory leak. Задаемся с вопросом, как может быть утечка памяти, когда у меня есть garbage collector, который должен бы все собирать. Но это не совсем так. Так, garbage collector помогает нам во многом с managed кодом. Есть очень много разных ситуаций, когда garbage collector не сможет делать сборку мусора эффективным. Утечки памяти происходят при доступе к неуправляемой, то есть к unmanaged коду, который неправильно управляет своей памятью. Неуправляемые ресурсы должны быть освобождены, когда они уже не нужны. Утечки псевдопамяти происходят, когда garbage collector не может собирать объекты, потому что есть ссылки от других объектов. Итак, каким best practices мы должны придерживаться, чтобы избежать или минимизировать утечку памяти. Есть объекты, на которые все еще ссылаются, но которые фактически не используются. Тут имеется в виду подписание на ивенты. И когда мы забываем отписаться от этих ивентов, когда уже нам не надо ничего с ним далее делать. То есть остается ссылка на этот ивент. Но не все регистрации события вызывают утечку памяти. При регистрации на события, которые вы переживете, утечки памяти не будет. Например, в WPF UserControl вы можете зарегистрироваться на события кнопки клик. И это нормально. Нет необходимости unsubscribe. Поскольку пользовательский элемент управления является единственным ссылающимся на эту кнопку. Когда никто не ссылается на пользовательский элемент управления, никто не будет ссылаться на кнопку. И garbage collector будет собирать их обои. Дальше. Static variables. Статические перемены коллекции и статические ивенты всегда должны выглядеть подозрительными для вас. Помните, что статические перемены являются корнями garbage collector. Поэтому они никогда не собираются в garbage collector. Еще одна причина, которая может привести к утечке памяти, является кэширование. То есть функциональность кэширования. Любой механизм кэширования может легко вызвать утечку памяти. Храня информацию кэша в памяти, в конечном итоге она заполняется и вызывает исключение out of memory. Решением может быть периодическое удаление старого кэша или ограничить количество кэша. Captured members. Может быть ясно, что метод обработчика события означает, что на объект ссылается, но когда переменная захватывается в анонимном методе, тогда на него также ссылается. То есть тут есть кусок кода, который показывает, что может привести к этому виду утечки памяти. Потоки, которые бесконечные потоки. Стэк, живой, то есть стэк, лайф стэк, каждого из ваших потоков считается корнем garbage collector. Это означает, что до завершения потока любые ссылки из него, переменных стэкей, не будут собираться в garbage collector. Это включает в себя и таймеры, как пример. Тут тоже есть кусок кода. Так, что нам можно сделать для того, чтобы постараться предотвратить утечку памяти или как минимум уменьшить шансы этому быть, добавить телеметрию памяти из кода. Иногда вы можете периодически регистрировать использование памяти. Если есть какое-то подозрение на проде, что что-то течет, можно делать дополнительное логирование или, возможно, предпринять какие-то действия, когда ваша память, например, достигнет определенного предела, доставить лимиты. Также вы можете использовать встроенный класс Performance Counter для мониторинга перфоманса. Можно быть проактивным и писать тесты для выявления утечек памяти. Тут вот короткий паттерн кусок кода для тестирования возможных утечек памяти. Ну и, в свою очередь, использовать сторонние тулы, которые более глубоко можно будет тестировать, профилировать память. Например, есть .NET Memory Profiler и .memory. Для более глубокого анализа, для анализа дампа, где и как могут быть возможные утечки памяти. В принципе, вот это и все. Если очень коротко и быстро пройтись по этой теме. Тема очень обширная и очень глубокая. В целом, есть паттерны, которые позволяют нам лучше писать код, лучше диспоузить объекты, которые не управляются garbage collector. И всегда помнить основные вот эти моменты, что может приводить к утечке памяти и тому подобное. Вроде бы все. Если что-то пропустил или если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если еще кто-то остался. Да, у меня есть вопрос. Немножко задели тему interface as a possible. Я хочу задать вопрос по поводу юзинга. Юзинг можно использовать всегда только, когда есть реализованный интерфейс у класса и disposal. Да? Да. Если он не реализован, то я не могу. Юзинг будет сотня ошибка. Но под капотом это получается своего рода синтактик sugar. Под капотом он вызывает все равно вот диспоуз, метод диспоуз. Если его не в паблике, то он будет писать ошибку. Да. Я вот это не проверял. Наверное, будет писать ошибку. Ты не сможешь использовать юзинг? Будет писать ошибку. Это просто то же самое, что try-finaly. Он будет юзить. Да, try-finaly, close-finaly. Спасибо. А еще подскажите, пожалуйста, что происходит с приложением, с потоками приложения, когда работает сборщик мусора, именно когда он вызывается, я имею в виду? Когда насильно вызывается, гарбочка ли? Когда насильно, да. Насколько, если я правильно знаю, что все потоки приостанавливаются. Мне интересно, если это UI-приложение, и, предположим, в нашем приложении накопилось очень много мусора, которое, то есть заметное для пользователя, может занимать какое-то время для очистки. UI на этот момент может подвиснуть. Есть ли какой-то способ бороться с этим? Может, такая ситуация, конечно, очень исключительная, но тем не менее. Так как Garbage Collector вообще ранится в отдельном потоке, в общем, будет какой-то перформанс-хит, но я не думаю, что он так сильно будет влиять на твою UI-ку, которая ранится. Он ранится в отдельном потоке, и, во-первых. Во-вторых, очень частая сборка происходит именно в нулевом поколении. Около 95% объектов находятся в нулевом и в первом. То есть, а там сборка, в принципе, происходит быстро. Да, есть какой-то импакт, но он не такой ощутимый, я бы сказал. Я понял, спасибо. Спасибо. Привет. Меня слышите? А можно... Да, да. А, можешь... У меня этот вопрос есть. Можешь вернуть, пожалуйста, на слайд с MemoryLick'ом и таймером? Там, где показывался пример MemoryLick'а, и там не совсем понятно, где там именно MemoryLick. Ага. Да. Нет, я предыдущий. Таймер объявлен как локальная переменная в конструкторе, насколько я вижу, и он сам будет задиспожен рано или поздно. Соответственно, сначала задиспользуется сам таймер, а потом уже может быть задиспожен класс. Так, секундочку. Таймер. Так, тут имеется в виду передача метода через конструктор. Таймер, если пендлер метод, то объект is considered referenced and will not be collected. Тут дальше происходит... Таймер вызывает метод change. А, ты имеешь в виду, если вот этот MyClass задиспозится, то, по идее, он должен задиспозить таймер сам, правильно? Даже не так. Если MyClass живой, сам объект таймера будет задиспожен рано или поздно, потому что на него не остается нигде ссылки. То есть, если бы ты сохранил в MyClass где-то в приватный филд, там, не знаю, в property, вот эту ссылку на таймер, да? Да, 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 да. Может быть, да, надо будет этот скриншотик пересмотреть. Наверное, когда уже выйдет из конструктора, и он точитает, что он умрет сам. Конструктор же вызовется, и это будет нулевая линерация, правильно? Если даже так будет. Линер разве не раньше, в жизни класса лазит. Таймер сам будет раниться в своем потоке, но вот это вот именно объект таймер класса, он будет задиспожен рано или поздно. Как он будет задиспожен, если он ранится и есть ссылки на него? Или ты имеешь в виду, что тут не видно его, да? Ну, ссылок на него на самом деле нет. Он создавал новый контекст и будет в нем работать. То есть, закончит контекст и удалится. Мне кажется так. То есть, подразумевается, что неважно, если даже таймер создает свой поток, он все равно будет задиспожен, так как он выйдет за рамки, ну, грубо говоря, не останется ссылок на него, правильно я понимаю? Ну, типа того. На самом деле он вроде не создает поток. Там есть один стандартный поток на весь .NET, который вызывает вот три хендлера по каким-то тикам. Ну, типа перформанс-оптимизация со стороны самого рантайма. Грубо говоря, таймер не является ничем особым по отношению к потокам и сборщику мусора. То есть, он, как и любая перемена, будет убит после... таймер, он там рано или поздно умирает, перестает работать. Я вот это отмечу у себя, я перепроверю, ребята. Прежде чем постить презентацию, я исправлю, если... Или найду конкретное объяснение и тут уже опишу. А можно еще вопрос по поводу тестов? Там тесты были, я так и не понял, что они проявляют. Что это за автотесты, которые проявляют memory leak? Это один из паттернов такой общий для memory leak. Создается weak reference, объект, который ты предполагаешь... ...вызывает еще раз и удоставляется, что он не живой. То есть, если... А, то есть, что он уничтожен, собрался, все точно сработало, я понял, я просто не понял. Ага, все, ассерк внизу есть. Я понял, я ни разу не работал. Спасибо.